Я бы хотел бы уделить внимание, я заранее думал, как раз думаю, что же сказать, о чем речь шла. Значит, не о том, какие есть приемы и какие есть возможности, варианты. Каждый их знает очень большое количество. Я хочу уделить внимание на то, чем бить и как бить в ближнем бою. Женьса, можно сказать, да? Значит, как считается, да, считается по дистанции, если вы достаёте ногой, то дистанция далёкая. Если вы достаёте рукой на хлопот, то дистанция средняя. Достаёте локтём, то дистанция ближняя. В то же время, за этой дистанцией можно ударить и ногами, и руками. А вот уже отсюда будет трудно ударить локтём, и отсюда будет трудно. Как ни странно, при ударе локтём многие не пользуются усилением этого удара лопаткой. Основная часть в ударе локтя – это лопатка. Когда вы бьёте локтём... А, извините, извините. Бьёте локтём, у вас удар должен быть не обязательно вот этой косточкой. Больше всего лучше костью вот именно вот этой частью удара. Или же вот этой частью удара локтём. У вас локоть идёт как вперёд, так же у вас локоть идёт и назад. У вас локоть может быть сверху, локоть может быть снизу. Сейчас мы с вами пройдём, наверное, движение, которое часто используется у всех катаров. Очень многие показывали захват, локоть, пошёл захват, локоть, удар. Сейчас вы разобьётесь по парам, подготовите плечо, то есть собрать его покрепче, да? И не торопясь, потихонечку вы попробуете подвигать рукой. Вот посмотрите, я сейчас двигаю движение только одним предплечьем, локтём, без использования корпуса и лопатки. Вот одно движение. Теперь, как будто я беру лопатку, удлиняю, я поставил свою руку, удлиняю лопатку, и я вот как раз вот этой лопаткой начинаю делать движение вперёд. Обратите внимание, просто рука, вот она закончила, и вот лопатка. Она гораздо дальше туда идёт. Но при этом у вас рука не только закругляется, можно сделать боковой, она у вас чуть-чуть капельку выпрямляется. То есть у вас получается как бы вот такое вот распрямление, вот одновременное, не одной и той части, да? Вот вперёд. Вот сюда опять же вперёд. Вот сюда вперёд. Рука может быть направлена вверх, то есть вы можете здесь обратно с этой стороны. Можете здесь обратно вернуть с этой стороны. Как почувствовать лопатку? Женец, вы можете? Вот так вот, поставьте, пожалуйста. Самый простой вариант. Когда вы стоите жёстко на локтях, фиксируете плечи, и у вас позвоночник вверх-вниз. Пошёл вверх-вниз, да. Раз, два, три, четыре. Надо быстренько, четыре, пять, побыстрее. Раз, два, три, четыре. Усложнить, вы приподнимаете ноги. Раз, два, три, четыре. Одну ручку убери, пожалуйста. Одной рукой, прямо в корпус. Тоже самая у вас одна рука. Работает. Вот это вот партичка тоже. Да, до конца уже разберем. Ой, две. Вот сейчас, значит, вы попробуете, опять же, после вот этого упражнения, ещё раз сделать вот это как раз движение, которое мы с вами, с вами делали. Вперёд. Вперёд. Разберись, пожалуйста, по парам. Попробуйте. Теперь у нас эта часть локтя. Эта часть локтя. Очень часто бывает, что вы оказались в этой ситуации здесь, в лицо, вниз, ноги, куда угодно. Как у вас работает эта часть локтя? Опять же, вот первое движение, у вас одна рука работает. А теперь как будто вы ещё делаете вот движение, как, знаете, вот лопаточкой, да? Вот лопаточкой. И у вас уже совсем другое движение. Очень сильное. Теперь вот эта рука должна идти прямо. То есть она вас не закручивает к себе. Она вас попрямотит. Вы можете прямо постучать, поработать. То же самое движение в ногу. То же самое движение в корпус. То же самое движение понабевать. О, животу. Поможете, да? И как это руки покачать? Вспоминаем, всё так же. Поднимаете, и опять же, лопатки вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. То же самое упражнение на движение с лопатчиком. Попробуем. Вот эта часть. Мы с вами оказались в этой позиции. Удар бицепсом вперёд. Удар бицепсом шеи. Ах, давай здесь. Сам бицепс. Рука, кому тут движется, вот так вот, прямо сюда. И у вас тоже самое, так же бицепс работает. Но, опять же, вы выставляете лопатку, как при ударе рукой. У вас очень жёсткие, сильные позиции получаются. Аккуратненько держите шею, чтобы не пошло. Попробуйте, пожалуйста. Мы используем дырную часть плеча, внутреннюю часть плеча. И вот с этой части шею, с внутренней части плеча. То есть, у вас загрязываем движение вот это. Сверх, отсюда. Вот видите, вы заправляете или в пол, или с этой стороны, или с этой. Движение сюда. Отсюда вы рукой, опять же, если просто вот рукой, вы как Женя обычно ломаете. Доски, великолепно прекрасно. Одна рука работает. Если вы соберете здесь вот эти грудные мышцы, и туда лопаточку завернете, у вас то же самое будет движение очень хорошее, сильное сюда вперед. После этого как можно продлить? Посмотрите, вот мы с такой Жених. Я опять вношу, Жених поднял руку. И отсюда возврат руки сзади. Невидная, очень удобная, очень хорошая вещь. Опять же, рука пошла сюда, останавливается локоть здесь. Локоть здесь. Рука пошла сюда, останавливается локоть здесь, локоть здесь. То есть, используя лопатку, вы ускоряете и усиливаете. Сейчас, если осталось время, тогда дома попрактикуйте, пожалуйста. Но помните, что у вас за счет лопатки сила и скорость. Если вы ее закрепите, у вас будет просто махание локтя. Оно не сильное. Оно будет прислоняться. Лопатка вам даст глубину. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...